Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шеститко. И вы на экране видите заставку Forza Motorsport. На самом деле это у меня обои такие Windows 7 на рабочем домашнем компьютере. Соответственно, мы поговорим сегодня не о Forza Motorsport, а о тех вопросах, которые часто задают мне. А именно, расскажите, как вы пишите видео о том, как можно установить Windows 8 на USB, или как установить Windows 8 с USB. А тут вопросы следующего характера. А каким образом, правда ли, что можно приобрести Windows 8 за 15 долларов или за 40 долларов? Правда ли, что Microsoft предлагает вам такие вот условия для приобретения Windows 8? Да, правда. И вот как раз на эти вопросы я и хочу сегодня ответить. Соответственно, я постараюсь показать, каким образом вы можете, заплатив всего 15 долларов, обновить свой новый компьютер. Либо же, если у вас компьютер более старый, каким образом вы сможете обновить операционную систему Windows XP Service Pack 3, Windows 7, Windows 8 Consumer Preview или Release Preview, кстати, тоже интересная опция, до Windows 8 Pro всего за 40 долларов. Итак, начнем. Для этого вам понадобится, как вы понимаете, интернет, поскольку установка происходит в онлайн-режиме, и, соответственно, правильный браузер, а это интернет-эксплорер. И, используя его, вы заходите первое, да, за 15 долларов. Вы купили компьютер недавно, там стоит Windows 7, ноутбук, неважно, да, Windows 7 вы хотите купить Windows 8 и обновить, потратив для этого 15 долларов. Заходим на сайт под названием Windows Upgrade Offer. Я сейчас увеличу масштаб. Вот он, как вы видите, Windows Upgrade Offer. Что это такое? Это специальный сайт, где вы можете заполнить формочку, сейчас я это все продемонстрирую, и приобрести, да. Соответственно, вы заходите в раздел Европа. Здесь в разделе Европа, если посмотреть, есть много чего. Есть Россия, русский, да, есть Украина, русский и Украина, украинская мова. Соответственно, по просьбам моих слушателей из России, из других стран СНГ и вообще мира, я выберу Украина, русский, чтобы вы хотя бы понимали, что пишут на экране. И вы здесь попадаете в очень простую такую вещь. Предлагаем вам купить Windows 8 профессиональное за 14,99. Поможем вам сэкономить и, соответственно, нажимаем кнопочку продолжить. Перед этим, хочу обратить внимание, есть раздел информация о программе, где вы можете зайти и посмотреть, что же вы приобретаете, кто может стать участником этой программы. А стать участником этой программы может тот, у кого есть компьютеры в Windows 7, базовая домашняя, стартер не считается, базовая расширена, профессиональная или максимальная. При этом, обратите внимание, дата приобретения Windows 7 должна быть со 2 июня 2012 года по 31 января 2013 года. То есть, даже если вы купите на Новый год какой-то компьютер с Windows 7, я имею в виду OEM, например, ноутбук в подарок или еще чего-то, у вас есть еще месяц для того, чтобы обновить. Так что не теряйте времени, 15 баксов и получаете новую операционную систему. И дальше идут требования, соответственно, к приложению. То есть, все очень просто. Сказки обман. Возвращаемся назад. Далее мы нажимаем «Продолжить». И здесь, обратите внимание, вы описываете, когда, что и где. То есть, вы купили, да, то есть, свое имя, фамилию, адрес, телефон. Почему нужно выбирать вашу страну, потому что здесь и код телефона. И также данные о том, когда, какой марки вы приобрели ПК. Здесь есть другое для самосбора. Эта информация может быть проверена, а может быть не проверена. Вы нажимаете «Продолжить» и через какое-то время вы получаете информацию о том, что вы можете приобретать. У вас будет скидочный номер и вы вместо 40 долларов заплатите 15. Ну, а второй сценарий, о котором я говорил, у вас уже есть Windows на старом компьютере. Вы хотите ее просто обновить, либо вы большой поклонник Windows и устанавливали Windows 8 Consumer Preview. релиз превью и теперь хотите получить полноценную версию. Соответственно, даже вы получили Windows 8 бесплатно, превью я имею в виду версию, но Microsoft делает такой шаг для вас специально, то есть благодарны за то, что вы помогали тестировать. Вы тоже, несмотря на то, что она бесплатная была, вы тоже сможете обновиться, нет вопросов. Соответственно, вы делаете что? Правильно. Вы переходите на сайт, который называется www.microsoft.com.slash.windows. Я сейчас покажу. www.microsoft.com.slash.windows. Сайт полностью windows.microsoft.com. Меня отбросило на английский сайт. Если же вы хотите увидеть родной сайт или на каком-то понятном вам языке, я обычно здесь просто вписываю, чтобы не искать смену языка. Юг, украинская мова в Украине, то есть Юг ЮА. Если вы хотите увидеть это на русском языке, это будет ру-ру. Соответственно, я перехожу на этот сайт, где вижу приглашение, информацию, а также большую классную кнопочку приобретите Windows 8 Pro за наимоверную ценой. Кто не знает украинского, это за нереальной ценой, да, то есть наимоверной. Итак, здесь есть тоже много чего интересного. Обратите внимание, вот здесь вот есть требования к компьютеру, как раз о тех требованиях, о которых я и говорил. Требования будут, это наличие XP-сервис-паком третьим, либо Windows Vista, либо Windows 7, то есть за 15 долларов вы можете обновить только совсем новый компьютер, который недавно приобрели. А любые другие компьютеры, независимо от того, это было купленное Windows или это были превьюшки, вы сможете приобрести, соответственно, все, что вам нужно. И требования, соответственно, к операционной системе, что, где и как должно работать. Ну, тут, я думаю, вы уже в курсе, с какими процессорами и как работает Windows 8. Ну что ж, если мы готовы приобретать, мы просто-напросто нажимаем кнопочку «Завантажите Pro». Обратите внимание, система автоматически запускает Upgrade Assistant. Я его запускаю. Главное, иметь в этот момент хороший интернет-канал. Да, разрешаем. Система стартует. И система занимается очень простой вещью. Главное потом не забыть уменьшить экран. Система занимается одной простой вещью. Она проверяет сейчас готовность моего компьютера к обновлениям. Хочу сразу сказать, еще одним критерием обновлений является то, что у вас на диске должно быть 20 гигабайт свободного места. Ну, удалите пару игрушек. Удалите ISO-шки, удалите фотографии или домашнее видео, которое у вас есть. Там немецкое документальное видео. Не важно. Удалите и получите 20 гигабайт. Это не проблема. В крайнем случае отключите файл подкачки гипернейтовский. Кто не знает, это можно сделать при помощи специального утилитки PowerConfig. или же есть у Microsoft утиль на сайте саппорта. Напишите, как отключить гипернейт и вам подскажут. Ну, вот вы видите, система уже проверила мой компьютер и говорит о том, что все хорошо. У вас 17 совместимых приложений, 3 несовместимых. Давайте посмотрим, что там несовместимо. Ага, ну, говорит, что установите DVD. Да, у меня нет DVD. Говорит о том, что, пожалуйста, ваша система не будет поддерживать Secure Boot. Кто не знает, что такое Secure Boot, это EFI-система, которая обеспечивает безопасную загрузку машины. То есть машина не загрузится с других вариантов, чем прописанная загрузчик. То есть либо в сам BIOS, который вы не сможете поменять, либо уже с диска. Ну и последнее, Security Essentials, в действительности так, да, то есть как бы почему? Потому что в своей системе защиты вот такие вот дела. Ну и тут приложение я специально установил Google и LibreOffice, чтобы вы не сомневались, да. Здесь также, как вы видите, есть у меня и Steam, дальше Microsoft офис, все это установлено, драйверы подошли, клавиатуры подошли, все довольны. Можете распечатать, если у вас какие-то большие проблемы с обновлением, чтобы вы знали, какие приложения надо пересетапить. Обычно оно еще пишет, да, эти несовместимые. Еще пишет, частично совместимые, то есть требует attention, внимание, надо будет пересетапить такое, такое, такое после установки, и оно будет работать или обновить до следующей версии драйверы. Ну, соответственно, print, либо save, и говорим close. Next, следующий вопрос, что мы хотим оставить? Мы хотим оставить и настройки Windows, и персональные файлы, и приложения. Если вам нужны только файлы, то есть то, что есть в My Documents, выбирайте. Если вы хотите получить чистую систему, ну, надоело вам XP, стоящая там с 2005 года, с кучей всяких непонятных вещей, хотите сделать все по-правильному. Делаем nothing, устанавливаем за 40 баксов, согласитесь, заплатить еще на 10 лет нормально. Итак, я все-таки хочу сохранить, поскольку 7-очка-то новая, в принципе, она так у меня, поскольку основная задача этого компьютера это большой сервер с кучей процессоров, с кучей памяти, с дисковыми массивами, соответственно, она больше как сервер, а XP, как вы поняли, 7-ка здесь стоит, как вы поняли, для того, чтобы погонять какие-то игруки или что-то быстренько там сделать. То есть вот такие вот вещи. Ну что ж, давайте нажмем next, и обратите внимание, система нам предлагает заказать, мы говорим конечно, хочу заказать, это будет 2 гигабайта загрузки, или же, обратите внимание, система говорит о том, что я могу заказать дополнительно Windows DVD, мне придет по почте. Ну, не будем Windows DVD, мы говорим о том, что и так, хватит, то есть, check out, система проверяет, и здесь я должен вписать все свои данные и координаты. Так, сейчас мы это сделаем, я потом, чтобы ускорить, все удалю. почему она дважды спрашивает имейл, да, потому что, ага, она еще не дает копипастить, потому что туда именно придет вся информация о приобретенном онлайн-продукте, серийный номер и так далее и тому подобное. Ну, я думаю, адрес сети можно не писать, если, ну, ладно, напишем, что это Киев, напишем, что это 01032, все, ага, адрес все-таки бросит, ладно, адрес, 755, четвертый этаж, вот такой у меня адрес. Так, а что страны не нужно? Выбираем метод оплаты, кредитная карточка, и здесь вам нужно выбрать, все очень просто, да, то есть кредитная карточка, имя на карте, в общем, вы поняли, что я это все удалю, поэтому не пугайтесь, что дальше будет следующее уже видео. итак, вы видите, система предлагает приобрести систему, мы можем поменять информацию, поменять биллинг информацию, мы согласны с кондишенами, да, то есть можно добавить что-то, вот здесь промо-код, который вы получите для приобретения 15-ти долларовой системы, то есть вы туда зашли, заполнили формочку, вам прислали промо-код, вы его ввели здесь, нажали apply, получили соответственно 15 долларов, как вы видите, все просто, и теперь либо за 39,99, либо за 15, за 15, конечно, лучше, нажимаем приобрести, и видим, как идет процесс, итак, я серийный номер получил, вы его не увидели, он только что мне продемонстрировался, и пошел, собственно, процесс загрузки Windows, при этом вы только что слышали, как почта у меня дернулась, при этом, это значит, что сообщение, такие пришло, я сейчас попробую открыть, и посмотреть, действительно ли там есть сообщение, и не видно, да, обратите внимание, видно, не видно, дорогой Microsoft Customer, вы молодцы, спасибо, и тому подобное, ну, и дальше уже хороший интернет, все зависит только от вас, как вы видите, 6 минут, 39 секунд, идет загрузка, потом пойдет установка, я потихонечку все это дело нарежу, и вы сможете наслаждаться уже, ну, вот вы видите, как уже 97-98%, те же 6 минут, примерно и заняло, причем, у меня канал не довольно не такой уж и толстый, пошла проверка файла, который был скачан, сейчас он быстренько проверится, здесь уже ничего не надо, заметьте, всего времени с момента, вот как я начал видео, я не говорю о том, что я вырезал, сейчас прошло 20 минут, из них там примерно 6 минут устанавливалось, вот копировалось, вернее, видео, Windows образ, да, с сети, еще минут 5 мы оплачивали, работали с мастером, то есть фактически, времени заняло 10 минут, это так для ориентира, чтобы посмотреть от начала до конца, сколько времени потребуется, причем, сейчас в реальности, какого-то вашего участия, как вы видели, вот эти вот 10 минут, не требуется, если вдруг оборвется, вы сможете всегда повторить этот процесс, серийный номер у вас есть, он у вас пришел на почту, поэтому вы даже по почте можете восстановить, если вам требуется, и пошла распаковка файлов, теперь уже пошло побыстрее, но у меня дисковая подсистема, здесь все-таки хорошие адаптековские контроллеры, и винты-то 10-тысячники, SSD-шки пока нет, и у кого SSD вообще повезло, но, как вы видите, процесс идет быстро, не буду вас отвлекать, сейчас я опять приостановлюсь, отрежу кусочек, когда файлы будут готовы, ну, вот оно, установить сейчас, установить, создав в медиа, или установить позже, на вашем десктопе, я говорю, установить сейчас, next, припаривается сетап, проверяется наличие обновлений, и, соответственно, сейчас произойдет перезагрузка компьютера, я чуть-чуть уменьшу зум, для того, чтобы вы видели, то есть, да, я принимаю лицензионное соглашение, не будет работать, Павел Майч говорит, с Microsoft Security Essentials, я его не послушал, вы видите, как оно там перемигивается, и, вот теперь, соответственно, можно обновляться, да, restart, полный процесс перезагрузки, сразу предупреждаю, что, да, кстати, видели, на десктопе, я забыл показать, иконка появилась, с установкой Windows, если вы вдруг решили отложить это дело, я покажу полностью, то есть, весь процесс, вы сейчас увидите, насколько это длительно, когда перестартует сервер, а это сервер, ему сейчас тяжело, особенно тяжело камере фокусироваться, это, кто не знает, стартует AdaptTech, сейчас он ищет свои рейдовые массивчики, их там много, вы слышите, как завыла корзина, пока операционная система не загружена, и никто не управляет энергопотреблением компьютера, соответственно, он так вот и гудит, ждем, пока проснутся винты, не надо спрашивать потом, зачем оно мне нужно, для работы, я на нем экспериментирую, у меня здесь куча виртуальных машин, я даю возможность людям поработать с этими ресурсами, не только самому, но и знакомым, такое, домашнее облачко, и вот мы выбираем, да, то есть, как бы, обратите внимание, здесь у нас несколько операционных систем, на самом деле, та, которая мне нужна, это вот эта вот последняя семерка, она же была первая установлена, вторая, это для тестирования, там больше всякие экспериментальные, пароль у меня тут из трех букв, и пожалуйста, мы снова готовы к установке, продолжить, да, продолжить, конечно хочу, вот иконка, то есть, кто не увидел ее в прошлый раз, Forza Motorsport, это просто заставки, заходите на раздел заставок Windows, да, и можете выкачивать себе классные заставки, все, процесс пошел, опять предупреждают о том, что будет рестарт, ну, это уже сам сетап, да, главное, что сейчас у нас примерно 29 минут, и я оставлю опять систему, она будет перегружаться, я потом на кусочки ее нарежу, 29 минут всего видео, то есть, 10 минут, где-то 20 минут занимает пока процесс установки, ждем, и вот сейчас закончилась уже процесс первого этапа установки Windows 8, нового, да, то есть, как обновление, традиционная перезагрузка после первого этапа, сейчас пойдет второй этап, настройки уже новой операционной системы, по идее, мы сейчас уже в меню должны увидеть, что там идет не Windows 7, а инсталляция Windows 8, ждем перестановки, и для времени я скажу, что сейчас 40 минут, то есть, как бы, соответственно, получается, что весь процесс с проверкой, установкой, распаковкой образа, скачиванием занимается, и, ну, введением, собственно, креденшалов, занимает примерно 30 минут, вот, Windows 7 Ultimate на прощание перезагружается, мы опять видим процесс загрузки сервером, камера сейчас сфокусируется, не пугайтесь, пошел процесс перезагрузки уже компьютером, до диски долго чекаются, вот он, список дисков, список оборудования, и пошла установка Windows, восьмого, система любезно пропустила boot, как это делается традиционно в процессе настройки, и сейчас уже систему мы будем видеть, как ищет, припаривает, как ищет девайсы, настраивается, вот, и все остальное, и опять же, я вернусь к вам уже с подрезанным видео, когда все будет хорошо, そう, так, то, так, как ищет, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот вторая перезагрузка, вот уже девайсы... Сколько их там найдется... Тяжело сейчас Windows... Ей, наверное, в счастье на таких девайсах работать... Может, никто и не тестировал на многопроцессорных Xeon с кучей памяти... Ну, посмотрим... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, пошло вторичное припаривание... Сейчас мы глянем, сколько у нас теперь времени... 46 минут... Недолго вторая итерация идет... Подождем еще немного... Когда оно пробежится до 100%... Так что... Примерно 25 минут... С начала ввода креденшалов... До уже окончания установки... Великолепный результат... Вот пробежали последние секунды... Или проценты... Припаривания... И сейчас, по идее... Windows... Должна показать нам... Свою замечательную заставку... О том, что... Посмотрите, как... Работает десктоп и так далее... И тому подобное... Она, по-моему, решила перегрузиться еще раз... Да... Д ress arc р々н... Она, по-моему... Вот и посмотрите... Учера. Одного. Л uncles... Ыся с ним! Д candies 어� М Pierce. Одна же данная... С什麼 слов... Фай у вас? Это пон��ц... А ты вск� kein nod? И кау вверх... Кауём... Н 추가 ног, Кау Tem nurture. eh паханым... Продолжение следует... 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 или каким образом развертывается имидж и тому подобное. Ну а здесь идет небольшая реклама, каким образом вы можете воспользоваться мышкой для того, чтобы работать с экраном. То есть подведите, увидите меню. Подведите в другую сторону, увидите следующее меню. И так далее. И тому подобное. При этом это то же самое действие, когда Windows раньше писала, что припаривается ваш десктоп. Ну вот уже и подготовили. То есть ваше PC готовится, переливаясь всеми красками радуги. И... Ждем. До первой звезды нельзя. С одной помедитируйте. По-моему цвета прикольные. Так, все красивенько переливается с одного на другой. А вы тоже видите эту сеточку иногда? Или видео... Ага, инсталлируются аппликейшены. Так. Так. Здесь мы всё посмотрим. Ага. Используйся. Ничего не закончила О, let's start Закончила Все, готово У нас точного времени 58 минут Так что мы сможем Дальше продолжить работу Но давайте проверим Действительно ли все так, как ожидалось Да, старые приложения Сохранились, мы видим здесь Chrome Где же наш офис Видим ли мы офис Microsoft Outlook, да, есть все нормально Все в порядке Можем нажать правую кнопочку мыши И сказать, что мы хотим Не, Outlook я не хочу Word Word, pin to start Что мне еще нужно Pin to start Excel Pin to start И Word еще и неплохо Pin to taskbar И Excel тоже Pin to taskbar Готово Возвращаемся назад Появились Вот они дорогие Замечательные Появились Кто знает Тут можно вот так вот Разделителем Делать Причем Если вы посмотрите Обратите внимание Система Автоматически Подтянула Мои настройки То есть Это мой аккаунт Соответственно Там Wordpress На Facebook И так далее Ой, на Facebook На YouTube И Корреспондент Все это вытянулось Но мы хотим посмотреть Проверить Работает ли все с десктопом Так Десктоп Работает Стиль сохранился Даже Google Chrome Сохранился И Steam Сохранился Связь есть Steam Есть Этот Есть Как вы видите Апдейтится И все замечательно Жаловались На Steam Сейчас мы посмотрим Что может У нас Делать Steam Итак Steam работает Абсолютно Нормально Все замечательно Можем поиграть Наверное И в игрушки Которые У нас есть Давайте Проверим Мой аккаунт 7 гигабайт Осталось Из 20 Свободных Интересно Почему это Ага Осталось Windows Old Мы ее потом Из Системы Можем Подобрать Да Программ Файл С x86 Во что мы там Играли Defense Grid Ну давайте Попробуем Его Запустить Работает Работает Игрушки Работают Да Работает И я надеюсь Даже будет работать Быстрее Ну Какую то Игру Кто не знает Это такой Tower Defense Очень Прикольный Люблю Его Помочить Врагов А Мы не можем Мне этот Надо еще Пройти Auto Fuel Интересно Так Ого 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 Откуда Вы будете Идти Отсюда Вы будете Идти И сюда Будете Идти Это уже Плохо Ну что Давайте Поставим Какой нибудь Сколько У нас денег 400 Лазер Стоит 200 Ну давайте Поставим Лазер И поставим Инферно А вон уже Толпа врагов Подваливает Сейчас они будут Прорываться Сейчас у меня Не будет Никакого Шанса Нет Наверное Еще будет Ну Давайте Отстреливайте Убивайте Убивайте Быстрее Больше Черт Уходят Это наши Наши деньги Уходят Уходят Так Не дошли Поставим Полинотик Может не уйдут Наши денежки Ай блин Психанул Мне Там Ага О Теперь Точно Не уйдут Не ушли А я уже Поторопился Ну ладно Огнеметы Делают Своё Грязное Дело Выжигает Целые Толпы Врагов А там У нас Еще И пулеметики Работают Еще один Будет Я надеюсь Они успешно Отстреляют Всех Давай 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 Не дай ему Ити С моими Так Убивайте Убивайте Всех Убивайте Убивайте Еще раз Убивайте А там Какая-то Хрень Идет Даже Страшно Представить Что там Идет Ну Пулеметы Вроде Справляются Еще один Огнемет И так далее Как вы видите Все работает Нажимаем Кнопочку Windows Возвращаемся Назад Замечательно Работает Возвращаемся К десктопу Опять же Все классно Единственное Что мои Обои Почему-то Ушли Хочу Не Хочу Вот эту Тему Эта тема С измененной Настройками Отлично Работает Мы можем Теперь Вернуться Назад К Windows Старту И Соответственно То с чего Мы начинали Еще раз Хочу всем Напомнить Что Дорогой И любимый Windows Вы можете Приобрести За 15 Долларов Воспользовавшись Windows Сайтом Windows Upgrade Offer Кто-то Видишь Ага Вот он Windows Upgrade Offer Где вы Сможете Приобрести Выбрав Соответственно Опцию С той Страны Где вы Находитесь Русский Говорите Продолжить Заполняйте Формочку Вам После проверки Или не проверки Приходит Соответственно Код подтверждения Для Того Чтобы вы могли Ввести этот код подтверждения В процесс покупки И соответственно Получить 15 долларов Заполнили здесь Что вы купили компьютер Здесь вы Успешно Можете Перейти К разделу Приобрести Windows Хотя здесь Уже сейчас Нет Ну вот Соответственно Вот Download And Buy И здесь Можете Сказать Хочу Купить Windows За 39.99 Здесь Уже То есть Весь процесс Как вы видите Видели Уже Пройдет И вы получите Windows 8 Pro За 40 Уе Вот такие вот Сценарии При этом Как вы видели При обновлении Все сохранилось Настройки Сохранились Ваши приложения Сохранились Ну вот Как вариант Тот же LibreOffice Можно посмотреть Как он работает Что он делает То есть Пожалуйста Работайте Если вы Любите Хром Пожалуйста Тот Хром Который был Сохранился И здесь Можете Продолжить Работу Ну и Все приложения Microsoft То есть Офис И тому подобное Установились И успешно Позволяют Работать При этом Поскольку Мы имеем Дело С облачными Технологиями Все мои Открытые Документы Автоматически Подтянулись И мы видим Их Уже здесь То есть Я могу Продолжить Процесс Работать С документами Хотя я Работал С этими Документами В другом офисе На другом Компьютере С моим Аккаунт Вот такие Вот вещи Поэтому Торопитесь Акция действует До 31 января Как вы поняли 2013 года Вы сможете Получить Windows 8 Про За 15 долларов В случае Обновления Нового Компьютера Либо В случае Если вы Обновляете Компьютер С Windows XP Service Pack Третьим С Windows Vista С Windows 7 И самое важное Самое смешное С Windows 8 Consumer Preview Или Релиз Превью То есть Те системы Которые вы Получили Бесплатно Но при этом Майкрософт В благодарность Вам Предоставляет Возможность Так что Вот такие дела Все это Заняло Час Времени То есть Без моих Объяснений Может быть Даже меньше До Минут 20 Всего Где-то 50 минут На обновление Системы При этом Сохранились Настройки При этом Сохранились Параметры Смотрите Пользуйтесь С вами был я Игорь Шестидко И не забудьте Сделать себе Подарок К Новому году Приобрести Заплатив С карточки За 40 Или 15 Долларов Получив Бонусную Скидку Windows 8 Pro Увидимся Счастливо Всего хорошего Продолжение следует...